Здравствуйте уважаемые коллеги и на этот раз новость будет связана с административной ответственностью, к которой могут привлечь автомобилистов в период коронавирусной инфекции. Именно данному вопросу посвящен законопроект, реквизит которого вы видите. Данный законопроект был подготовлен Нижегородским законодательным собранием и подан в Государственную Думу. Этим законопроектом предлагается в Кодекс об административных правонарушениях внести новую статью, а именно статью 12.38. Данной статьей предлагается установить ответственность за управление транспортным средством без необходимого разрешения в период повышенной готовности. Ну иначе говоря, речь идет как раз о пропусках, которые вводятся в регионах на передвижение по территории субъектов. Ну в Москве это так называемые электронные пропуска. И ответственность она будет варьироваться от 1 тысячи рублей до 5 тысяч рублей. Пояснительные записки к законопроекту указываются на то, что нынешняя редакция Кодекса об административных правонарушениях не позволяет привлекать автомобилистов к ответственности за отсутствие пропусков. Ну на самом деле данное утверждение достаточно спорно, поскольку в Кодексе об административных правонарушениях есть статья 20.6.1, которая как раз и направлена на борьбу с нарушениями в рамках режима самоизоляции. Кроме того, следует заметить, что не совсем понятно, как будет соотноситься новая статья, которую предлагают авторы, с положениями регионального законодательства. Так, например, в Кодексе об административных правонарушениях города Москвы есть статья 3.18.1, о которой я уже рассказывал, и в ней как раз предусмотрена ответственность автомобилистов за несоблюдение режима самоизоляции. Правда, высказывается на самом деле мнение, что вот этот законопроект, хотя он и подан Нижегородским законодательным собранием в Госдуму, однако это было сделано именно по просьбе властей Москвы, поскольку они хотят на федеральном уровне узаконить привлечение к ответственности автомобилистов, потому что законность привлечения к ответственности по статье 3.18.1 вызывает определенные сомнения. Что касается перспектив принятия рассматриваемого законопроекта, то в Госдуме высказывают сомнения в необходимости введения отдельной статьи, которая будет посвящена ответственности автомобилистов в период самоизоляции. Так, отдельными депутатами высказывается мнение о том, что в настоящий момент достаточно той ответственности, которая предусмотрена в статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях. Поэтому все-таки можно предположить, что скорее всего Госдума данный законопроект не поддержит. Но в любом случае нужно отслеживать рассмотрение данного законопроекта. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.